Всем привет дорогие друзья, с вами Криптер, добро пожаловать на канал Крипте. Ну что, сегодня я хочу записать видео апдейт по поводу проекта под названием Artifacts. Я месяц назад записывал видео, этот проект был куплен компанией Nike. И сегодня я хочу вам поподробнее рассказать все инсайды того, что происходит внутри проекта, в каких направлениях он движется и что мы можем в принципе в дальнейшем ожидать от этого проекта. Было очень много позитивных отзывов, многие заинтересовались проектом, некоторые даже купили себе и монолиты коробки, которые недавно открылись, кто-то покупал себе клонов, поэтому записываю этот видео апдейт. Мало того, я хочу в этом апдейте еще вам высказать свою позицию по поводу того, почему я считаю этот проект очень перспективным и что он в будущем потенциально может даже обогнать славно известных ленивых обезьян Bored Ape Yacht Club, которые сейчас торгуются на 155 эфирах в флор. Плюс ко всему, владельцы этих обезьян получили еще кучу токенов и также они еще получат куски земли в их метавселенной под названием The Other Side. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Ну что, погнали! Сейчас в крипто-твиттере очень часто можно заметить, как владельцы разных NFT коллекций спорят между собой, какие из коллекций являются круче всего. Кто-то кричит, что Moonbirds лучше всех, кто-то кричит, что Mibits, кто-то говорит, что CryptoPunk, поскольку они были первые, кто-то говорит о Зуке, потому что мега крутой анимешный проект. Но большинство людей, именно ленивых обезьян, считают самым топовым проектом в NFT-индустрии. Но почему-то сложилось так, что среди тусовки вот этих ленивых обезьян многие недолюбливают клонов. Это PFP-картинки именно от команды артефактов. Но давайте мы посмотрим, что говорит один из сооснователей Yuga Labs. Это та команда, которая в принципе стоит за ленивыми обезьянами. Так смотрите, что он твитит. Когда мы только начинали Yuga, команда артефактов была первой командой в индустрии, которые воспринимали нас всерьез. Они встречались с нами и давали нам кучу бескорыстных советов. Это команда высшего уровня, и мне очень интересно, что они в дальнейшем приготовят. То есть получается, большинство из комьюнити ленивых обезьян не очень любят PFP-картинки от артефактов. А сооснователь ленивых обезьян говорит, что это топовая команда, и они нам помогали, и они были первыми людьми, кто в принципе восприняли нашу идею всерьез. Также вчера на канале Define появилось видео, где они обсуждают ленивых обезьян и их метавселенную The Other Side. И здесь автор упоминает артефакты, именно в ключе того, что он в принципе не знает ни одной команды, кроме артефактов и Yuga Labs, которые постоянно развиваются, постоянно выкатывают что-то интересное и умопомрачительное. Ну а чем вообще клоны отличаются от других PFP-проектов? Ну во-первых, это не просто клоны в виде картинок, это 3D-файлы, которые будут доступны в ближайшее время, их можно использовать будет в разных метавселенных. И использовать не просто 3D-файлы как лица, а полноценные тела будут готовы в ближайшее время, их можно будет использовать в разных метавселенных и управлять ими словно в играх. Также можно их будет наряжать, например, тем же самыми ништяками от Nike, либо от других артистов, будут создавать дополнительные шмотки и можно будет использовать их в качестве нарядов для ваших клонов, которые вы будете использовать как в игрушке в разных метавселенных. Плюс ко всему команда очень долгое время работает над трекингом лица, чтобы вы этих клонов могли использовать и в социальных сетях, например, общаться в том же Zoom, записывая сторис в Инстаграме, либо в Снэпчате. То есть это в принципе все только начинается. Как говорит один из сооснователей, что скоро одежда появится, скоро появятся 3D-файлы для клонов. А вот этот вот худи, они недавно презентовали, это первый худи артефактов с Nike. Это не просто худи, он будет иметь какие-то определенные особые фичи. Но мы об этом еще узнаем в ближайшее время, потому что у них скоро, а точнее 11 мая, будет выставка вместе с Такаши Мураками в Нью-Йорке. И Такаши Мураками будет представлять свои работы. И также мы будем видеть клонов в полный рост в виде скульптур. И я думаю, что это привлечет очень много внимания. Но это будут клоны именно с ДНК Такаши Мураками. Хотя клоны есть не только с ДНК Такаши Мураками, но с Такаши Мураками это самые дорогие клоны. Но у них есть определенные минусы, потому что вы не сможете их использовать, например, для коммерции. Потому что есть авторские права непосредственно от креатора, вернее, со-креатора под именем Такаши Мураками. Кстати, владельцы клонов получат худи не только в его цифровом виде, но также получат оригинальный мерч от Найки. Среди знаменитостей я знаю, что Джастин Бибер точно имеет клона. Также знаю, что Snoop Dogg делал специально для клонов саундтрек в знаменитой на весь мир студии Death Row Music, где, в принципе, наверное, записывался и Тупак, записывался и Snoop Dogg, записывался и Доктор Дрей и, возможно, много других рэперов из Уэст Коуст. Snoop Dogg также запостил этот саундтрек непосредственно в Твиттере и можно его купить уже прямо на OpenSea. Плюс ко всему здесь еще есть Unlockable Content, то есть контент, который виден только тем, кто владеет этим саундтреком в виде NFT. Ну и также клоном владеет знаменитый на весь мир футболист под именем Марио Гёце. Я, к сожалению, с футболом не очень дружу, но мои знакомые говорят, что это такой серьезный чувак, который даже когда-то забивал чуть ли не финальный гол. Ну, судя по тому, что он получал 37 миллионов евро, что стал частью какого-то клуба, я думаю, что это серьезный парень и вот он также на профиле держит своего клона. И также есть еще несколько спортсменов, по-моему, с американского футбола, который также владеет этими клонами. Ну что, с клонами частично разобрались, теперь давайте перейдем к другой части экосистемы артефактов. Это Artifact SpacePod. Это некая квартира, которая была дропнута каждому владельцу клона на Рождество в 2021 году. И фактически эта квартира была создана таким проектом, который называется OnCyber. А OnCyber, он изначально создавал разного рода галереи для того, чтобы выставлять NFT. То есть нужно выставить NFT свое. Он сделал несколько шаблонов этих галерей. И, соответственно, все владельцы NFT, они могли просто посылать своих друзей, например, в эту галерею, и говорить, что вот, смотри, вот у меня такие есть NFT, и ты здесь можешь полазить. Можешь полазить просто на компьютере, либо использовать VR-очки, и быть как будто непосредственно в этом музее. И вот OnCyber, он создал SpacePod специально для владельцев клонов. Их также можно использовать для того, чтобы, например, свои NFT кому-то показывать, либо выставлять просто для себя. И вот, например, у чувака, вот он повыставлял кучу разных NFT. Вот у него есть клон такой, у него есть такой мутант из BoardApeYachtClub. Соответственно, у него есть открытый монолит. И вот такая вот забавная квартирка. Но, смотрите, что самое интересное. OnCyber, он буквально недавно сказал, что он будет запускать свою метавселенную. Метавселенная называется OM. Она запущена вместе с владельцем криптопанка 6529. Это известный чувак в индустрии крипты. И, в частности, именно в тусовке NFT. Вы сами можете увидеть, что у него практически 350 тысяч читателей. И вот они создают свою метавселенную, которая называется OM. И эта метавселенная, она будет готова принимать там 100 миллионов человек в открытой метавселенной. И если мы посмотрим на OM, на всю эту метавселенную, она будет состоять из разных районов, дистриктов. И они создали только первый район, альфа-версию, где будет очень большое количество, вернее, уже есть огромное количество разных музеев с NFT. И смотрите, каким образом это все происходит. То есть мы можем видеть, что вот это у нас альфа-версия. Сити, которая называется музей-дистрикт, район музеев или округ музеев. И это у нас альфа-версия, сейчас она доступна. Потом у нас будет бета-версия, она будет доступна летом этого года. Вот этот кусочек. И, соответственно, уже будет Genesis City Lunch. То есть запуск непосредственно всего города. Он будет осенью 2022 года. Может дотянут, например, до зимы 2022 года. И таких вот городов будет много. Между городами у нас будет природа, разные леса, джунгли, всякие пустыни и так далее. И получается, эта метавселенная, она будет открыта для всех. И я думаю, что каждая тусовка может создать свой округ, свой дистрикт. И, скорее всего, у клонов будет свой дистрикт. Почему я так думаю? Потому что, во-первых, непосредственно OnCyber создала вот эти квартиры для клонов. Плюс ко всему, один из сооснователей проекта, он говорил, что у нас будет в дальнейшем сжигание вот этих SpacePod. Для того, чтобы их апгрейднуть. Соответственно, нужно определенное количество. Еще никто не знает сколько, но нужно точно иметь больше, чем один. Два, три, четыре, пять, может быть, больше. Это все, наверное, будет зависеть от механики, которую нам еще предстоит узнать. Но мне кажется, что, например, нужно четыре пода, чтобы получить определенный кусок земли. Восемь подов, чтобы он был больше. Шестнадцать и так далее. Но это всего лишь мои предположения. Но они основываются на том, что, в принципе, сейчас известно. OnCyber создали эти квартиры. OnCyber также недавно только запустил свою альфа-версию ОМА. Мы можем сейчас сюда перейти. И, на самом деле, детализация очень крутая. И они работали над этим несколько лет, над этим проектом. И только вот буквально, по-моему, месяц, как они его запустили. Давайте мы включим мультиплеер. Нажимаем Enter the World. Входим в этот мир. И смотрите, получается, я захожу в этот мир. И здесь можно прыгать, чтобы посмотреть масштабы. То есть, здесь куча разных зданий. И все эти здания, они... Да, вот появился мой аватар. Здесь куча разных зданий. И фактически это все музеи. Как и говорилось изначально, что это будет округ музеев. Давайте я прыгну. И вот смотрите, вот огромный кусок города, метавселенной, которые сейчас они создали. Это только альфа-версия. Будет бета, и потом уже будет целый округ открыт. И вот мне кажется, что вот эти вот сжигания спейс-подов, оно будет связано непосредственно с какими-то местами в этой метавселенной OnCyber. Но не цитируйте меня. Я просто предполагаю, потому что есть непосредственная связь. И также будет сжигание вот этих спейс-подов для того, чтобы апгрейднуть его до более какого-то высокого уровня пода. Поэтому поды, на мой взгляд, они до сих пор очень недооценены, потому что не было особо никаких новостей. И они долгое время болтаются на отметке там 1, 1.2, 1.3 эфира. И еще в дополнение к моим догадкам, как я уже говорил, что 11 мая у артефактов с такаши мураками будет презентация, выставка в Нью-Йорке. И вот здесь они говорят живую IRL, также Augmented, дополненная реальность. Также здесь указан OnCyber. И один из сооснователей артефактов говорил, что мы приготовили что-то интересное с нашими лучшими друзьями из OnCyber. Поэтому посмотрим, 11 мая будет что-то интересное. Ну и также к недооцененным NFT-метавселенной артефакт можно еще отнести, по моему мнению, это LootPod. LootPod это дополнение к спейс-поду, которое было дропнуто всем владельцам спейс-подов. И его тоже там сливали, оно торгуется долгое время на отметке 0.6, 0.5, 0.8, доходило до 1.35, 1.40, 1.50 эфира. Но многие не понимают масштабы. То есть у нас, смотрите, вот это спейс-под квартирка. И дропнули владельцам квартирки вот такой вот кусок. Не знаю, это огромный зал, холл, как хотите, так и называйте. И как по мне, все-таки именно LootPod, он тоже очень сильно недооценен. Я не знаю, какие у них планы на LootPod. Возможно, будет сжигание, возможно, не будет сжигание. Если не будет сжигания, а сожгутся только спейс-поды, то в любом случае то, что превратится в спейс-поды после их сжигания, оно будет коннектиться к этому LootPod. Это 100%, потому что это часть одной экосистемы. Вот так весь этот путь аирдропа выглядит. То есть была колба, которая превратилась в клона. Клон получил коробку Monolith. Клон также получил квартирку. За владение квартирки вы получили LootPod. А Monolith вот недавно у нас раскрылся. Итак, теперь переходим к Monolith. Получается, Monolith первый, он раскрылся. И внутри Monolith у нас были колбы разных уровней редкости и разных ДНК. У нас также были кроссовки. И у нас также был еще один Monolith 2 с золотой такой огранкой, что может говорить о том, что там будет тоже что-то очень интересное. Итак, теперь переходим к первой части. Кроссовки. Смотрите, ребята с артефактов, почему их Nike купил? Потому что парни, они были очень увлечены вот этими кроссовками, модой и делали все, что связано изначально с кроссами. И вот посмотрим, какие видео они делали в виде демок еще в 2020 году. Смотрите, что они творили еще 2 года назад. То есть фактически они создавали разные скины в виде дополненной реальности к кроссовкам Nike. Вот такие вот спецэффекты. Это было уже 2 года назад. И, видимо, поэтому Nike долгое время присматривалась к проекту и потом решили все-таки его приобрести. Еще один твит SEO артефактов сделан в январе 2020 года. Здесь они показывают, как с помощью приложения и дополненной реальности они могут менять вид кроссовок на ходу. И, в принципе, как я уже говорю, именно за это Nike купила этот проект и теперь сейчас развивается вместе с ним. Так вот, смотрите, давайте мы перейдем к непосредственно вот этим кроссовкам. Что это такое? Это базовый кроссовок, они называют его Nike Dunk Genesis Crypto Kick. То есть фактически 20 тысяч одинаковых кроссовок, которые являются неким шаблоном. И на этот кроссовок можно будет наряжать разные скины. В дальнейшем будут сотни, тысячи и, возможно, там десятки тысяч скинов. То есть фактически, владея вот таким вот китом, таким кроссовком, вы можете менять его вид с помощью разных скинов. Скинов может быть много. Скины могут создаваться мураками, скины могут создаваться какими-то разными коллабами, например, с Supreme, с Louis Vuitton. Или просто какие-то люди, которые владеют 3D графикой, имеют возможность креативно мыслить и имеют все инструменты для того, чтобы создавать такие скины. Могут создавать как астомные скины. Но кроссовок таких в виде шаблонов будет ограниченное количество. Их всего будет 20 тысяч. Почему сейчас 9200? Потому что очень многие люди до сих пор не раскрыли вот эти монолиты первые. Этот базовый кроссовок в виде шаблона сейчас стоит в районе 2 эфиров. Изначально он торговался практически на 4 эфиров, 3,5. Соответственно, начинали потихоньку сливать. И рынок не очень хорошо себя чувствует. Ну и плюс ко всему, у некоторых людей есть десятки клонов, соответственно, десятки монолитов и десятки вот этих кроссовок. Поэтому они их продают. Возможно, фиксят прибыль, хотят что-то другое купить. Это нормально, это рынок. Но как по мне, в будущем вот такие шаблоны кроссовок могут стоить очень дорого. Потому что, во-первых, их ограниченное количество. Но, во-вторых, некоторые люди просто помешаны на кроссовках. Есть целый культ кроссовок. Я не знаю ни одного человека, кому бы не нравились кроссовки и кто бы не хотел иметь много пар кроссовок. А здесь все-таки этих шаблонов ограниченное количество. Плюс ко всему, здесь вступают действия вот эти колбы. Эти колбы можно накатить на кроссовки для того, чтобы их изменить. Артефакты выдали каждому владельцу монолита. Когда они открыли монолиты, были кроссовки. И вот эти колбы, колбы восьми видов. У нас есть стандартные хьюмены, роботы, демоны, ангелы, рептилии, мертвые, мураками и пришельцы. То есть, фактически, такое же разделение, как разделение по клонам. Пришельцев меньше всего, мураками немножко больше, андеты чуть-чуть больше. Самое большое количество это хьюманов, людей. Их в районе 50%. И давайте я включу видео от артефактов и заодно буду рассказывать, как это все происходит. Потому что там очень интересная механика. Они придумали еще геймификацию. У нас есть базовый кроссовок, который является неким шаблоном. Этот кроссовок можно видоизменять с помощью вот этих колб. Колбы изначально раздали, как Genesis колбы. Но также скины будут еще раздаваться либо дропами, либо продаваться и так далее. И этот скин мы накатываем на кроссовок. И кроссовок видоизменяется. Сейчас у нас на экране кроссовок демон. Также будут кроссовки ангелы и так далее, как я говорил. Но также есть элемент геймификации. Это кроссовок демон только первого уровня. И в дальнейшем можно его будет апгрейдить до второго уровня, до третьего уровня. И в процессе апгрейда, помимо того, что второй, третий уровень, вы еще можете выбирать какие-то ветви его развития. Вот, например, первая эволюция. Потом кроссовок превращается во вторую эволюцию. Теперь у нас третья эволюция. И так далее, и так далее. И я же говорю, что здесь идет элемент геймификации. И кроссовки, они также будут наделяться какими-то суперсилами. Плюс ко всему, также в планах эти кроссовки еще и разводить. То есть, как скриптокитис. Будет возможность бридинга. Когда вы спаривать будете один кроссовок с другими, появляется, будет что-то совершенно новое. Nike также только начинает шилить. Просто пишет, что excited for what's ahead. Очень вдохновлен тем, что будет происходить дальше. Но до этого Nike даже не делали ни твиты, ни ретвиты, ни комменты артефактов. Давайте ради интереса посмотрим, как выглядит у нас робот. Робот выглядит таким вот образом. Тоже очень прикольный скин. Ангел у нас с крылышками. Также у него там облака летают. Так вот, таких колб и таких скинов будет много. Да, вот это Genesis колбы. Они тоже будут иметь свою ценность, как первые колбы. Сейчас Floor на Human 0.8 эфира. Если мы будем брать роботы, они немножко дороже будут. И самые дорогие, конечно, у нас все-таки считаются мураками. Хотя Alien продавался, по-моему, за 250 эфиров кто-то купил. Но, опять-таки, здесь сложно проследить. Кто-то может просто пампить цену, сам у себя купил, чтобы показать, что нифига себе вот купили за такую цену. Соответственно, можно выставить дороже. Но вот этих вот шаблонов будет ограниченное количество всего лишь 20 тысяч. И по мере того, как люди будут коллекционировать несколько таких кроссовок с разными скинами. И из-за ограниченного количества сама стоимость именно базового кроссовка, она может расти, как по мне. Но, опять-таки, друзья, это ни в коем случае не финансовый совет. Я просто делюсь своим мнением. Я считаю, что за этим будущее. Особенно, когда речь идет о кроссовках. И в мире есть целый культ кроссовок. А здесь еще кроссовки непосредственно от Nike. И каждый человек, и каждая в том числе знаменитость захочет иметь много таких кроссовок у себя в гардеробе, чтобы в своей метавселенной это все показывать. Как это делается сейчас в социальных сетях, в Инстаграме и так далее. И я думаю, что со временем эти кроссовки могут только расти в цене. Это, кстати, непосредственно скин от Murakami. Такой приблизительно продается за 50, 60, 70 эфиров. Ну и последний элемент на данный момент экосистемы – это монолит второй, который появился, в принципе, с открытием первого монолита. И здесь все не очень однозначно, потому что 4 эфира – это достаточно высокая цена. Те монолиты, они доходили до 12 даже эфиров на хайпе, но здесь непонятно, что будет находиться. С учетом того, что здесь золотая гранка, можно предположить, что что-то еще более прикольное, еще более уникальное. Плюс ко всему команда артефактов сказала, что там не будут шмоток никаких, то есть точно речь не идет о какой-либо одежде. И они вообще сказали, что монолит – это что-то инновационное. То есть с каждым новым монолитом мы будем привносить в этот мир NFT еще что-то более инновационное. Поэтому можно предположить, что там будет какой-то очень интересный ништяк. Предыдущие монолиты сейчас даже торгуются на уровне 8 эфиров. При этом, если вы его откроете, вы получите какой-то из скинов. Причем это может быть мураками, но большая, конечно, вероятность просто получить ДНК Хьюмана, который торгуется практически там чуть-чуть меньше эфиров. Плюс ко всему вы получаете кроссовок. Именно базовый кроссовок, который сейчас торгуется, давайте мы еще раз обновим, ну в районе фактически двух, да, уже флор повысился, наверное, кто-то начинает скупать. И плюс ко всему вы еще получаете монолит второй, который 4 эфира, то есть 6, фактически до 7 эфиров, а стоимость монолита 8 эфиров, то есть даже немножко выше. Потому что есть некие ожидания, люди любят гэмблинг, люди любят какие-то лотереи, и поэтому стоимость иногда растет ввиду того, что можно открыть всегда что-то уникальное, и это будет стоить гораздо дороже, чем сама коробка. Ну и также стоит заметить, что вполне возможно, что в экосистеме артефакта появится токен, несмотря на то, что артефакты были куплены Nike, а Nike это огромная компания, то есть означает огромная бюрократия. Но тем не менее, журнал Vogue Business недавно запостил очень интересную вещь, что торговые марки, зарегистрированные Nike для CryptoKix, ранее на этой неделе дали подсказки о ее будущей дорожной карте. Nike подала заявку на загружаемое компьютерное программное обеспечение для использования в качестве кошелька для криптовалют, то есть возможно они создадут свой криптокошелек. Услуги для торговой площадки цифровых валютных активов, то есть намечается новый Marketplace. Сервисы, предоставляющие цифровую валюту или токен для онлайн-сообщества. То есть фактически они говорят о том, что возможно появится какой-то токен для взаимодействия со всей этой экосистемой. Ну и также услуги электронной доски объявлений, блоги в криптоколлекционировании и технологии, которые позволяют участникам получать криптоактивы. В тусовке владельцев клонов в Твиттере уже давным-давно обсуждают потенциальное появление токена, они еще называют его DRIP. И если токен появится, то скорее всего все владельцы тех же клонов, возможно тех же кроссовок, то есть все владельцы любого элемента экосистемы артефакта получат этот токен в качестве аэрдропа. То же самое происходило и со славно известными обезьянами. Они получили большое количество токенов, и эти токены в принципе фактически были ликвидными, что позволило владельцам этих обезьян даже не продавать своих обезьян, а просто продать этот токен. И очень хорошенько заработать, при этом остаться со своими любимыми NFT. Что ж, друзья, давайте подведем итоги. У нас есть клоны, у нас есть монолиты первого поколения, у нас есть разного рода колбы, у нас есть кроссовки, как в качестве шаблона, так и кроссовки уже с колбами. У нас есть монолиты вторые, и у нас есть спейс-поды и лут-поды. Любой из этих элементов, если вы им владеете, вы уже являетесь частью экосистемы артефакт Nike. Вам не обязательно владеть всеми элементами для того, чтобы принять участие, и для того, чтобы, возможно, получать дополнительные плюшки в будущем, либо, возможно, даже получить токен непосредственно от Nike и артефактов. И вам уже самим решать, что вам покупать, покупать ли что-то, возможно, для вас это дорого, возможно, вы считаете это вообще полной хернёй, и из-за этим нет никого будущего. Я просто поделился информацией, мне этот проект очень интересен, я владею и клоном, у меня есть и монолит первый, и монолит второй, и кроссовки, и скины, и лут-поды, и спейс-поды, то есть я полностью погружён в этот проект, и в дальнейшем также буду записывать какие-то видео-опдейты по этому поводу. Ну а сейчас уже, друзья, давайте перейдём к конкурсу. Те, кто смотрел моё видео про Мураками, если не смотрели, обязательно посмотрите, потому что Мураками — это тот ещё жук, и я думаю, что его коллекция будет очень и очень дорого стоить в ближайшем будущем, когда эти цветочки откроются. Так там был конкурс, и сегодня я хочу подвести итоги этого конкурса. Итак, друзья, перед вашими глазами находится рулетка, и в эту рулетку загружены все никнеймы телеграммов. То есть людям нужно было просто указать свои телеграммы, подписаться на нужные телеграм-каналы, и у нас появился первый победитель. Я не буду пытаться озвучить его имя, потому что иногда это может выглядеть очень смешно. Соответственно, у нас должно быть три победителя, или первый победитель у нас уже объявлен, сейчас будет второй победитель, ну и далее третий победитель. С вами свяжутся сразу же после видео в ближайшее время и попросят предоставить адреса кошельков, и каждый из тех, кто победил, получит, как и обещал я, по 100 USD. Скорее всего, мы это сделаем, наверное, на троне, либо на каком-то другом решении, где более дешёвая комиссия, но я думаю, что мы с этим уже разберёмся, поэтому ожидайте, победите ли письмо в личку. Ну что, друзья, на сегодня всё. Надеюсь, что видео вам понравилось, было вам полезным. Обязательно подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, напишите, что вы думаете по поводу Nike и всей этой экосистемы артефактов. Всем ещё раз спасибо и пока! Пока!